С началом каждого нового сезона в Destiny 2 обновляется две вещи, мета и пул активных игроков. Возможно еще обновляется контент, сюжет, там награды, но это уж как пойдет, а вот игроки и баланс сдвигаются всегда. Кому-то такие списки могут показаться очень очевидными, но вполне логично, что вопросы о том, что сейчас особенно популярно, возникают постоянно. И нам, чувакам с ютуба, нужно на них отвечать. Еще есть такая проблема, с ростом самой игры и накоплением квестов, например, новым стражам сложно решить с чего начать. Так что такие топы самого актуального оружия, как раз и помогают сориентироваться в том, что нужно здесь и сейчас, а что может подождать, ну, следующее обновление мета игры, к примеру. В этом ролике, если вы видели обложку, говорим о самых популярных экзотах, только о пяти. Есть, конечно, еще и другие, но не хотелось бы затягивать. Но будут скоро и топы меты ПВЕ оружия и ПВП оружия. Разберем, что тебе нужно для урона по боссам и так далее. Чтобы не пропустить эти видосы, ну ты знаешь, подпишись на канал. Сейчас я уже готов начать рассказ, но сначала последний штрих. Минутка спонсора, благодаря которому вышло это видео. Двинг.нет Старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королевы Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинг есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVipe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Итак, в сегодняшнем топе будет 5 экзотов. Некоторые будут исключительно полезны в ПВП, некоторые в ПВЕ. Про каждый отдельно скажу, где использовать и заодно напомню, как получать. Начнем с самого старого экзота из этого листа. Арбалет. Линейно-плазменная винтовка в первый слот, максимально полезная штука практически в любой активности в игре прямо сейчас. Ну вот возьмем хотя бы ПВЕ. Чем арбалет привлекает здесь? Экзот имеет встроенные антибарьерные патроны, позволяющие пробивать щиты барьерных чемпионов в сложных активностях. И справляется арбалет с этим лучше, чем клятва Эрианы, потому что способен одним выстрелом разрушить щиты воителей в активностях на уровне мастер. Кроме того, каждый выстрел наносит повышенный урон элементальным щитам. Даже при активном моде сопоставления в каком-нибудь сумрачном налете, в довесок, когда вы пробиваете щит, элементальный или барьерный, неважно, цель получает увеличенный кинетический урон в течение нескольких секунд. А поскольку арбалет и есть кинетическое оружие, он наносит сам этим целям значительно больше урона. Короче, это просто самый универсальный швейцарский нож для вскрытия любого щита. Ну а в пвп, что говорить, супер аим ассист, супер дальность и точность. Думаю, что если вы поиграете пару дней в пвп в дестине, вы поймете, что пушка нормально так треплет нервы в дуэлях на дальней и средней дистанции. Получить этот экзот можно из энграм или узура. Следующий экзот в списке, который также завоевал все внимание пвп игроков, нет времени объяснять. Импульсная винтовка из дополнения за грани света. Это значит, что без DLC ее не получить. Возможно, она попадет в общий пул позже, но не сейчас. Выдаст вам ее экзонезнакомка после завершения сюжетной кампании дополнения. Видос у меня на канале есть. Благодаря основному перку, винтовка возвращает боеприпасы в магазин после прицельных попаданий или выстрелов по противникам, которые замедлены или скованы стазисом. Сейчас, как я уже сказал, пульса особенно прекрасно играет в пвп после недавних обновлений баланса. Если в каких-нибудь испытаниях Осириса выпадает карта с длинными пролетами, улицами и коридорами, будьте уверены, что противник не упустит возможности взять эту винтовку и задушить вас просто по черному. У пульсы фантастический набор характеристик, абсурдный показатель дальности стрельбы и безумный ттк в пвп. Кроме того, нет времени объяснять создает так называемый временной портал. Портал работает как мобильная турель, которая стреляет по любой цели перед вами сразу же. Ну, кто от такого откажется? Еще один экзот, который влюбил в себя сотни тысяч стражей с релиза Королевы Ведьмы – пистолет-пулемет Остеострига. Ппшка стреляет не пулями, а зарядами, похожими на иглы или дротики, как у револьвера шип. И эти заряды отслеживают цель, то есть незначительную криворукость они компенсируют автонаводкой. Если убить врага с Остеостриги или попасть в него несколькими точными выстрелами, вы вызовете вспышку яда вокруг, которая заразит всех противников в непосредственной близости от цели, что, согласитесь, удобно для зачистки толп мобов. Ну а в пвп Стригу сразу полюбили за аим-ассист и, соответственно, неплохую точность, приятную емкость магазина и удобство. В пве этот пистолет-пулемет может быть просто до смешного разрушительным против толп мобов, поражая ядом сразу несколько врагов, а также нанесет неплохой такой урон по одной цели типа мини-боссов. Конечно, с поправкой на то, что это все же не тяжелое оружие, а праймери, так что не увлекайтесь. Получить его можно, пройдя дополнение Королева-Ведьма, и более того, вам даже разрешат отрегулировать перки на нем с помощью крафта в Анклаве. Так что советую посмотреть мой видос с гайдом на ее получение, если все еще откладывали этот квест в долгий ящик. Пушка номер один в пве на все времена – Галахорн. Ракетница, которая стирает все на своем пути уже со времен первой части получается. Да, экзот невероятно сильный в соло-игре. Если вы начали играть недавно, то в большинстве сражений с боссами все ваши проблемы решит именно Галик. Но все же, самое ценное в нем раскрывается в командной игре, потому что если вы берете Галахорн в составе боевой группы на фазе урона по боссу, а остальные члены команды берут любые другие легендарные ракетницы, то вы усилите их урон просто находясь рядом. Такое комбо настолько результативное и мощное, что по большому счету нет причин использовать ракетницы как класс вообще без Галахорна рядом. Получить его можно, как и на релизе, через квест из небольшого юбилейного дополнения, вышедшего год назад. Плюс к нему есть катализатор, ну а на канале Трипл Вайп есть отдельное видео об этом. Прошу все внимание сюда. Ну и напоследок выдам базу. Корстка пепла. Гранатомет из сезона прибытия в первый слот. Придумают ли что-нибудь получше когда-нибудь? Возможно, но я не уверен. Этот гранатомет настолько плотно осел в ладаутах стражей, что заменять его на тот же арбалет или голохорн из этого видео захочет далеко не каждый. Горстка создаст большие зоны поражения с периодическим уроном по каждому, кто заходит на территорию выстрела. А если вы закидываете снаряд прямым попаданием в цель, то она будет просто таять на глазах. Любая фаза чистки мобов горстка поможет. Фаза урона по любому боссу, один выстрел в тело, другой под ноги и вперед. А до кучи и автоподзарядка на оружии есть с катализатором, чтобы пока вы переключаетесь на ракетницу или линейку, горстка заряжалась и вы могли чередовать ее на фазах урона. Короче, мощный и простой в обращении экзот, который ну очень сложно недооценить и еще сложнее заменить. Особенно умные берут его даже в пвп, чтобы контролировать точки и зоны, но я нубас, так что такой скилл мне не под силу, геймплея не будет. Получить его проще простого. В киоске угасшего света в башне. И вот тут отличный момент напомнить про мою страницу Boosty, где я публикую те же видосы, но без рекламы и раньше основного канала. Сейчас вот там уже несколько дней, как стал доступен видос, в котором я рассказал, как купил дополнение Конец света в условиях ограничений, платежей и площадок. Так что если тебе не все равно на канал и ты хочешь получать от меня полезную инфу здесь и сейчас, проходи по ссылке в описании и подписавшись на меня, потребляй самый жирный контент. Вот эти супер-мега-стражи уже не дают блогеру уйти на завод и спиться. Спасибо им, жму руку, обнимаю, до связи.